Ну что ж, наши герои, это устроив кипиш на лесопилке, расшугав огров и подшаманив над колесом, да, плывут по реке на бревне, на котором они убежали из лап. Да, видите такую сценку, знаете, Келан, а лёжа на бревне, ну, сзади, да, вот так, руками так усиленно гребёт, как, знаешь, как моторная лодка, так, а-а-а-а, а Винсент, наверное, показывает дорогу на туда, направо на него. Нет, Винсент обнял бревно всем руками и ногами, и немножко стоит, потому что очень болит всё. Ну да, Келан тоже, он, тут пострадал от огров, неплохо так от них получил, но в целом жив, и сейчас, он же в ярости грёб, вот поэтому он яростно продолжает грести, быстро так перебирает руками. Поэтому реально моторное рвно! Да, да, моторное бревно на варварской тяге. Сила чистого мужского превозмогания. Да, да, кстати, кто нас смотрит, у нас тут появился новый игрок, который вы сейчас, наверное, знаете, это наш известный док. Приветствую! Так вот, мы, значит, плывём вдоль берега и, наверное, замечаем Роран и наш лагерь, как я понимаю. Да, ваш лагерь, который героически отмечен стулом посреди леса. Келан плывёт лицом в бревно, поэтому он не видит, он яростно гребёт, продолжает. А я прыжаю в лагерь, мы разговариваем. Уходим, Роран, вы видите, вы видите, как не... А, ну вы не видите. Мы не видите. Стул загорается, потому что Роран его просто подсветил. Утем, он не видит, он в лицо в бревно плывёт, ему всё равно. Ну, а Роран-то не видит, не видит, что вы в лицо, он видит бревно и такой, ну окей. Не, Винсент, по идее, должен, наверное, видеть, он же там... Не-не-не, я в обнимку с бревном, я плавать не умею. Так. Угу. И тем временем, на берегу реки, возможно, Роран, возможно, кто-то, кто атакуется в лесу, мог заметить интересную картину. Она разворачивалась уже достаточно давно. Роран, молодой человек, с очень длинными волосами, спускающимися ему на плечи, рисует какие-то круги на песку. И это начиналось ещё где-то с самого раннего утра. Первые лучи загорелись на горизонте, он уже стоял на берегу и чертил, читал, губнил что-то себе под нос. Понятно, чертилу под лапой. И теперь, когда пробивают последние из 12 часов, этот молодой человек скидывает в себя все свои одеяния и ступает в воду, медленно погружаясь в себя по пояс. Поднимая руки кверху, складывая из них такой, как угол или, знаете, как... Когда вот, знаешь, погружаешься в воду, ты складываешь руки для того, чтобы легче было входить и не удариться в голову. Перед собой, смыкая ладони так вперёд, так я понимаю, да? Да, смыкая ладони перед собой, он делает глубокий вдох и погружается под воду с головой. Мрак сбивает его бревно. Ну нет, я думаю, что Келлан и Винстон продолжают плыть на бревне, потому что Келлан лицом в бревно плывёт. Не-не, Мрак, ты не понял, чем и с Келланом, на бревне просто в него врежутся, потому что... А, окей. Если так... Давай так. Это лучше. Пытается что-то... Ну, сейчас же ночь, всё, пытается что-то... Не, а уточнение, а сейчас ночь или мы сколько... Блин, а я не помню, прошлый раз мы закончили, это был, типа, предрасветный. Мы в ночь вышли. Ну, предрасветный, я могу, наверное, поверить, что это уже не ночь, а, наверное, раннее утро или там ближе ко дню, то есть сколько мы плыли. Мы же не можем плыть быстро по реке, правильно? То есть какое-то время там плыли... По течению или против течения плыли? Да тут не важно. Вот вам немножечко сумерек. А паузу-то можешь тогда нам снять, чтобы... А, у нас пауза? Окей, убираю паузу. Сори. Так вот, давай, сбиваем этого чувака. Ну, бревно с огромной скоростью спенящейся сзади водой, знаешь, и со звуками быстрых гаебков ладонями по воде. Врезается, наверное, да, в голову существо, которое пыталось в воду погрузиться. А я в воду пойду, а я в воду пойду. А, я хочу поинтересоваться, это происходит в более... на мелководье или же на более глубокой части реки? Ну, наверное, в более глубокой, потому что плыли... Ну да, тогда я бы хочу попытаться уклониться от этого удара. Окей. Так, ну, этот, спас-бросок реакции. Реакция, хорошо. Себя-то не будешь туда перемещать? Отдаться на бревно. Я пытаюсь это сделать. Вот, отлично. Эммм... С-болосок. Пятнадцать. Ну, от бревна этого достаточно, чтобы увернуться. Мрак прокачивай, потом бревно в управлении. Райзинг со бревне, да? Слушай, точно, берем этот бревно в втором маске. Тогда ты его будешь носить. Секративный бонус на управление веду. Не-не, мрак, мрак. Мы его к стулу присобачим. Рорн, если что, ты ролишь в личку, вдруг ты не хотел? Не-не-не, я знаю. Тем временем, пока это происходит, Лин неожиданно начинает смотреть на это бревно. Ну, и Рорн, естественно, пытается тоже там что-то высмотреть. В принципе, если он уклонился, то мы его не заметили. Дальше плывем. Да, мы плывем, и Рорн, я думаю, увидит, что на нем есть два дебила, которые плывут на бревне. Плывцом это самое бревно. И не пытаются даже останавливаться. Яростно пытаюсь не перевернуться на нем. Так, сейчас, подожди, там. Так, сколько там? Так. Ну, Рорн просто подходит и... Сейчас. Просто подходит вот так поближе, и на Винсента так падает, его обливает водой прям сверху. Ты мне ничего нового не сделала, она меня постоянно обливает водой сверху. Ты понимаешь, что я на... Что я на бревне, которому... Тем временем бревно продолжает удаляться куда-то. До восток, с достаточно приличной скоростью. Алло, алло, вы куда вы нахер живете? Господа, вы рулите уже на берегу. Мы не слышим. Тем временем, я думаю, что вы, уважаемые господа варвары на бревне, вы чувствуете, что что-то, какая-то вибрация проходит по вашему бревну. Возможно, Келан, возможно, Винсент даже может услышать, что что-то пытается на ваше бревно залезть. Я иру... Келан, мы, похоже, сейчас на пороге выйдем! А теперь вы остановитесь уже! Я вот такой поднимаюсь голову, так осмотрю... А, чё, где? Чё, куда? А, стоп, подожди, ты же видишь, что светится. Нет, теперь да, вот я и хотел... Потом задерживает взгляд на стулья, и, знаешь, его яростные глаза проясняются, он такой... Мы нашли это место! Знаешь, такой резко останавливается, и такой... Винсент! Погоди, если ты... Резко останавливается! Я улетаю дальше! Нет, не в эту сторону тогда ты улетаешь, наверное, назад. А в какую сторону? Нет, если мы резко останавливаемся... Мы плывем-то вдруг в ту самую... Прямо... Направо, да? Ну да, так как-то направо ты улетаешь. Ты останавливаешься... Ты с бревном останавливаешься, или без бревна останавливаешься? Ну, с бревном, я уже на бревне, я грибу, и вот я останавливаюсь. То есть ты резко остановил бревно? Да, да, да. Там руками затормозил, там, а вон... Я улетаю вперёд. Так, а... Начинаю захлёбываться, кстати говоря, плавать. Я хочу попытаться быстро подплыть к Винсенту. Ну, потому что, ну, для того человека... Для существа, который почти что половину жизни провёл в воде, поведение жертвы, которая попадает в воду и совершенно не может там ориентироваться, достаточно очевидно. А, и Келлан тоже, я думаю, попытался бы... Винсенту скоро предстоит ввести сюрприз. Не, я думаю, Келлан, смотри, можно я... Там у Келлана тоже есть плавание, и он это дело умеет, поэтому он, видя, что его боевой товарищ упал в воду и там, не знаю, тонет, не тонет, он попытается тоже его там спасти. У тебя, кстати, после завершения ярости идёт же, типа, усталость. Да, да. Ну, плавать-то я могу от этого, но... Родный момент просниму. Посмотрят, и гладит подошедшего котика. Подожди, если че. Минус 2 на плавание просто... А мне кидать-то надо что-то, я просто думал, можно... Не-не-не, ну типа, для того чтобы плыть не надо, если вы начнёте его вытаскивать, то надо будет, ну, на ECMA. Минус, а, ну минус 2.17. Так, я тогда тоже прокину на плавание, это будет, я не знаю, стоит ли мне прокидывать на плавание, у тебя есть скорость плавания, правильно, то тебе не надо кидать плавание, но если ты пытаешься, типа, плыть вместе с кем-то, то тогда, получается, просто скорость плавания дает плюс 10 на чек, а у тебя там и так 10. Ну, я думаю, не надо тогда. То существо, которое, возможно, может уже заметить Келлан, оно пытается подхватить Винсента тоже. Получаешь ногой в лицо. Нет, Келлан поворачивается такой, аааа, действительно, с ноги в лицо, пытается его ударить и плыть дальше. Клирак автоматом получает ногой в лицо, потому что... Да, айфлекс. О чем мне кидать-то тогда на это надо? Ну, это самое, тут, поедину, как, если ногой в лицо, то это безоружным ударом, просто... Ну да, окей, так. Скиллу и прибавь базовый модификатор атаки, просто кинь чек силы. Можешь кинуть чек силы? Я могу. Не, я ему кинул. А, и это, БМА у варваров 3, да, на третьем, да, то есть это 21. Ну, очевидно... У меня 20, а я 2 кинул. А ты тоже ногой пытался? Слушай, я барахтаюсь, я не... У Калираха от Сет-12, так что тебе ему прилетает по лицу ногой от варвара, очевидно. От Келлана, да? Да. И я могу пытаться от этого тоже попытаться увернуться или нет? Ну, это уже учтено в твоём классе брони, поэтому тебе просто прилетело. Клираха отпрянул назад, находясь в воде, да? По большому счёту это 5 несмертельного урона, потому что Келлан сильный. Ой, мать! Это получается, что я уже в минус. А у тебя сколько КП-то, подожди. Не, подожди, у тебя какая-то чушь с КП, у тебя же должен быть третий уровень. Что? Я понимаю, что у тебя минус 3 на консте, но у тебя третий уровень. А почему у меня минус 3 на консте, если у меня на консте минус 1? Ну, потому что третий уровень, ты трижды этот минус. Но этот минус должен отниматься от броска на кости здоровья. У оракулов какая? 8? Ну, средний у них это, да. Ну, средний 5, то есть, получается, у тебя должно быть 15 минус 3. Это, типа, у тебя не правильность. Как у кастеров, не средний может быть. Да, что ж. Не-не-не, там средний берётся. Или средний, или если ты веришь в свою удачу, можешь кинуть трижды до 8. Плюс на первом уровне у тебя вроде бы... А, на первом всегда... А, точно. На первом всегда 8, минус 1. Так, сейчас. 8 и 2 пятёрки. Это 18. 18, ну, то есть у тебя должны быть хитпоинты 18, а не 5. А не, ну, вот, 15. Вот, 18 минус 3 консты 15. Вот это твои честные хитпоинты. Ага, понял. И получается... Да, удар всё равно достаточно сильный. На треть хп. Ну, ты на треть хп, да. Не-не, смотри, смотри, смотри. Безоружным ударом, если ты не монах какой-нибудь, наносится не летал. Он записывается справее, чем хп. Вот там, current, max, temp, non-letal. Книжка в том, что он лечится очень быстро, в отличие от остального. Типа, по хитпоинту в час. И, типа, если не летало у тебя больше, чем текущих хп, то есть, максимум минус летал, то ты просто теряешь сознание, но не рискуешь умереть. Ага, пойдём. Ну, да, я думаю, что такой удар достаточно, ну, он хоть и не смертельный, но он достаточно весомый. Калерак отпрянул назад. И, да, получается, Винсент сейчас находится в руках Келана. Ну, Келан, ты ребёнка, где, в дерево, в берегу. Так, а мне вот интересно, а я вот это вот всё, ладно, я это всё не вижу. А почему ты это всё не видишь? Там же не так сегодня. Ну, что, идёт река, вы там что-то плывёте, и всё, я, типа, вижу, что там что-то происходит, но удар-то на огонь не видел. А, ну, это да. Келерак, ты вообще видел? Ну... Что-то его ударило, скорее всего, он так и не понял, что это было. Что-то ударило его в лицо сильно из-под воды. Его сейчас ещё бревном снесёт. А, да, бревно-то продолжает плыть, да, кстати. А, нет, я его остановил, нет. Келана его остановил. Ну, течение-то дальше идёт. Течение-то дальше идёт, что ты остановил, остановил. Нет, оно плывёт... Прыгал бревно! Нет, не с такой силой плывёт, как плыло вот до этого. И в этом случае я не думаю, что его там убьёт этим бревном. Убить нет, он просто мешаться будет, в том смысле. Так, вопрос. Если сейчас я замечаю это бревно или нет? Тебе везет? Я думаю, да. Тогда я пытаюсь поднырнуть под это ведро. Ой, бревно. Ведро бревно-то, коренький. Нам нужно ведро, бревно и стул. Ну, это тебе никаких проблем в этом нет. Да, конечно, что-то нет. Так, вопрос. Икелан и Винсент, они оба ранены, да? Да. Ну, пока что да. Но Винсент, если что там уже потом... У Винсента, ну, его отхилили в АФК, но это как бы в будущем. То есть у него сейчас один КП. Сейчас у меня один КП. Я к тому... Два огромных синяка на груди, которые ты имеешь в виду. Ну, они оба не ранены, да? То есть... Кровотечения? 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 Нет. Нет, кровотечения нет. Кровотечения мы уже умерли давно. Кровотечения. Да, это было бы совершенно не цеплительно. Погоди, ну что? А тут есть акулы? Речные? Речные акулы. Одно нахал. Кровотечения не съели. У тебя нет такой информации. А я-то знаю, есть речные акулы или нет. Надо чекнуть. Погоди. А почему ты вообще должен знать, что есть речные акулы? В принципе, это не... Потому что у меня Нейчер прокаченный. Речных акул нет. По крайней мере здесь. В принципе, существуют ли речные акулы, чтобы знать о них? У меня такой вопрос. Знаешь, типа, не в этом регионе, да? Не в этом регионе. Я сейчас могу зайти... Речные акулы — это клёвый концепт для создания сеттинга. Записывайте. Слушай, я сейчас в компендиум залезу. И найду речных акул там, да? Да? Чё смеёшься? Ну ладно, пока у нас Винсент вспоминает, что такое речные акулы, Келлан вытаскивает его, наверное, на берег. Да, собственно, скорее всего, он находит на берегу рисунки кругов, надписи какие-то на языке, который, скорее всего, Келлан не знает, и чьи-то вещи. Ну, Келлан так осматривается, ну, замечает Рорна и забивает на всё остальное, такой... А Рорна, извините, Спаллкрафте не прокачен, так что ему пофигу. Ну вот, он такой, там, это, какой-то голый мужик, наверное, короче. Вот. И продолжает, так тяжело дышать. Рорн такой, Рорн смотрит на Келлан и такой, да, он тебе крепко доста... Да нет, нет, а правда голый мужик, вон там, вон, короче. Я держу на спине и стану, и стану. Страдаю, короче. Придагаю, передагаю, пересидеть, потому что мы с нашим котиком, с нашим большим котиком разминулись, поэтому надо подождать его. А как же голый мужик? И как раз, когда, как только вот спрашивает об этом Келлан, колерак постепенно выходит из воды. У него струей стекает из носа кровь, поскольку по носу это пришлось. Его длинные волосы, смоченные водой, прилипают к его телу. Из его... У кого-то есть вот эта возможность сейчас увидеть Келлерака, да ведь? Ну и Келлан в ту сторону не смотрит, наверное, но он повернется и... Не, ну Рорн с котиком-то видел, так что тебе стул светится. Тогда он замечает, что между пальцами у Келлерака... Ну, такие перепонки, ну, потому что сейчас он все-таки... Аааа, речной монстр, речной монстр! И потому что у него еще и торчат когти из пальцев. Винсент начинает очень тихо орать в речной монстр, потому что дышать сложно. Ну да, Келлан, услышав, наверное, там с фрески, вот шаги, что-нибудь такое оборачивается, такой и снова... Аааа, такой вытаскивай с кемитара, это вон он, вон он голый мужик! И ты, вон он просто что-то прошептал ухо котику, и ты замечаешь то, что у тебя в ногах появляется очень-очень много такой кошатины, которая тебе мешает дальше перемещаться. Да какие, он не пытается перемещаться пока, он просто вот... Не-не-не, стоп, Келлерак же сейчас, по-моему, уже вылез из воды. А нет, он находится в воде еще пока что. А, ну короче, на мелководье ты замечаешь то, что у тебя между... у тебя... так начинает очень наглая кошатина вокруг тебя виться. Эм... Я хочу... В кошатину в воду лезет, кошмар. Ох... Ну я прокинул, человек. А-ох... Вот, ну да, тогда... Ну, собственно, тогда колерак, он выходит из воды, но он не двигается в вашу сторону. Он просто поворачивается и говорит Келлану. Спокойно. Васса, док, переместись, куда ты вылез именно. А, ну вот я там, где я вот примерно нахожусь. А, ну это же еще типа в воде. Да, на мелководке. А, по колено там по пояс, не знаю. По-моему, спокойно плохо работает на... Нет, Келлан продолжает злостно смотреть на голого мужика, незнакомого, которому он недавно заехал сапогом по лицу, и продолжает так сжимать в кемитары. Барбарка москоп. Да. Я хотел бы попросить вас отойти от моих вещей, если вас это так не затрудняет. Каких вещей, Келлан такой, знаешь... Он убираясь в кемитары, хватает Винсента там аккуратно и тащит его к стулу, сам уже тяжело дыша и сплевывая воду, кашляя, потому что он вынужден был плыть тут уже. Рёбра, рёбра... В этот момент котик выходит, доходит до стула и начинает оттряхиваться от воды. Ну мы и так мокрые, нам поэтому всё равно. Да, как бы поклонил. Ха-ха-ха, вот... Ну тогда, Калерак, он выходит на берег, смотрит на свою испачканную и промыченную одежду, глубоко вздыхает. Смотрю, у вас весьма интересные компаньоны, молодой человек. Ура, он просто пожимает плечами. Я так и думал. Он постепенно начинает одеваться и я задаю вопрос. Эти двое выглядят как будто бы они выбрались из какого-то мелкоразрядного ада. Вам помощь нужна? Э-э-э, ну... Да почему бы, нет? Это почему бы и да, но... Как говорится, постоять на шухере всегда полезная вещь. Мы не ведём переговоры с ручными террористами. Да, он между собой разговаривать не стоит. Я думаю, мы не слышим, наверное, или... Нет! Эти будь просто. Э-э-э... Так, э-э-э... Секундочку. Да, тогда... Он выбирает свои вещи. Придевается, он натряхивает то, что там ещё можно отряхнуть. Что-что-что-что-что-что-что. Что-что не совсем испоганил. Я надеюсь, что... Он просто на них лежал, что он там... Да, я просто на них лишал. Он был очень мокрый. Я просто подумал, что он так испугался. Ну ладно, не буду говорить, что я подумал. Э-э-э... Да. Тогда, если Рорн соглашается на то, чтобы Калерак оказал им помощь, Калерак вместе с Рорном идёт в сторону их лагеря. Ну как, в сторону стула. Давай будем признаться, что есть лагерь, это стул. Ну теперь это лагерь. Тут есть, по крайней мере, светящийся стул. Ты чего? Как только некий неизвестный уже одетый мужик начинает приближаться к Келлану, Келлан так медленно тянется инстинктивно рукой к одному из схеметаров, начинает его доставать, смотрит на Рорна. Ну вот так... Что, доставать дальше его или не надо? Ну, ты замечаешь то, что, как бы, ничего не происходит? Медленно возвращает Схеметар обратно, да? Рорн просто берёт, сначала показывает на Калерак, а потом на Келлану, а сам начинает там разбираться с Винсентом. Рёбра, рёбра, рёбра. Я думаю, что наше знакомство не задалось. Да, Накеллан, ты кто такой? Калерак, странствующий целитель. А, целитель, Келлан такой, знаешь, с облегчением вздыхает. Фух, меня зовут Келлан, и мы выбрали из такой задницы, которая лучше тебя не знает. И мы герои! Прошу, Федор. Промер, задница, давайте не будем спорить, а? Келлан поворачивается к Рорну и говорит, лучше ему не знать. Ну да, меньше, знаешь, крепче спишь и просыпаешься. Меньше, знаешь, крепче спирт. Не двигайся. В общем... Я и так не двигаюсь, я устал как чёрт. Ну, я думаю, где-то тут мы так... Мы вот это вот, длинный отдых, всё, и, типа, лечимся. Ну, вот сейчас, ну, дайте ж этому Калераку чё-то сделать. Да, ну, собственно, Калерак, он осматривает Келлана, осматривает его Рорну и буквально кладёт вот на свою ладонь. Знаешь, она мокрая. Ну, он тоже мокрый, как бы, окей. Она липкая. Два мокрых, липких мужика накладут друг к другу. Да. И ты ощущаешь, вот... Я предполагаю, что часто, когда... Ну, тебя, например, когда-то в прошлом лечили грецы, да? Вот от их исцеления исходило как тепло, да? То от Калерака, от его исцеления, сегодня большая прохлада. Ну, в общем, я... То есть ты теперь мокрый и снаружи, и внутри? Ну, и сейчас, с учетом того, что он недавно был в ярости, я думаю, что кровь его разгорячена. Ему это только на пользу пойдёт, поэтому Келлан так с облегчением вздыхает, вздыхает, откидывается, ну, тут не на спинку стула, куда-нибудь там, на землю такое. Фух, типа, блин, да? С позволения сказать, это как глоток родниковой воды. Ну, вот, вот. Ощущение какое от глотка родниковой воды. Так. Я помню, воды уже наглотаюсь, по-самонимому. Келлан, сейчас большой любитель воды. А, ну да, ну да, да. Ну, да, 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 да. Да не, нормально, всё, он же на месяц, считай, помылся. И попил, да? Теперь перейдёт на бухло, потому что воды уже хватило. У него ещё кумус там есть, поэтому нормально. Так. Так, я буду здесь разобраться с плах. И тут просто нажимаем вот так. Чук. Чук. А можно заплавить как-то, да? Да, нужно прям так. Вот я на Келла нанос повесил. А, окей. Келла начинает дышать уже спокойнее. Ярость окончательно ушла из его глаз. Спал из его лица. Он уже выглядит спокойным. Немного даже отдохнувшим. Но уставшим. То есть он лежит, вот закинул руки за голову, так лежит на траве. Смотрит в небо. И так, знаешь, усталым голосом говорит, а всё-таки это была классная заварушка. Не забудь, нам надо ещё утром туда сходить посмотреть такие эффективность наши заварушки. А вот с эффективностью есть у нас проблема. Вы что, там ничего не подпилили, пока мы тут наткнулись на... Там нас что-то не подпилили, пока мы тут... Тихо, блин, молчи, молчи, а то иначе, а то иначе применю железный аргумент. Точнее, пушистый. Он меня добьёт. Ну вот. Кстати, а правда, где наш второй пушистый аргумент? Ну, вот в этом-то и проблема. То, что нам этот чёртов надсмотрщик, который оказался жрецом какого-то бога, задал такое, что, блин... А, то есть у нас оба пушистых аргумента были не слишком убедительны? Ну, вроде как, мы их умудрились его настроить, точнее, всех этих орков, илиограф, дофига узнает. Короче, этих работников настроить против, поэтому они там что-то били. И что-то там был какой-то крям. Надо посмотреть, чей крям. Келлан так это вспоминает, что происходило. Вообще-то я пытался выдать себя за силу природы, но у меня не очень получилось. Судя по всему, сила природы тебе... за тебя выдала. Клерак, он слушает вот этот разговор, пытается сопоставить то, что... То, возможно, что он слышал, пока он путешествовал по этим местным регионам и районам. И... То есть он... Я хочу попытаться узнать, я кто-то слышал, о том, в чём могли быть замешаны вот эти люди, которых сейчас... Да-да-да-да, смотри, ты знаешь, что вот эта река... Забыл, я тебе писал. Она называется так... Тори... Туранда Рок, по-моему. Вот она так называется. Туранда Рок... На ней стоит много водных колёс в местах самого быстрого течения. И... Это... По этой реке постоянно сплавляют большие тяжёлые брёвна. То есть на ней стоит много лесопилок. Это то, что ты знаешь. Насколько давно... Это... Наверное, здесь находится неделю. Ну и вот на... Сегодня... Ну да, сегодня он наконец-таки решил провести полноценный обряд. Для того, чтобы связать себя с Туранда Роком. И... Глубже понять... То, чем живёт вот эта вот рабочая лошадка. С позволения сказать. И... Что её беспокоит, и что её тревожит. Собственно, этим... Ну... Это самое... Это... Ты... Видел пару раз, что... Это... Брёвна из воды... Это... Вылавливают... Огромные уродливые огры. Вот вылавливают и куда-то тащат. Из берега. Это, наверное, в целом всё, что может... Иметься у тебя из информации за неделю. Лесопилки, огры... И всё. В целом. Ага, хорошо. Ощущаются ли вот эти вот огры... Вот... Чем-то, что... Таким вот... Как будто бы этого не должно было быть здесь. Ну, да. То есть... Они здесь явно не обитают. То есть... Здесь не их ареал обитания. И они... Вот... Вместо такой... Свободолюбивой, агрессивной натуры... Какие-то подавленные... И... Это... Типа, пассивные очень. Хорошо. А это не вы ли связаны часом с этими странными существами, что обитают по берегам этой реки? Подавленные и... Скованные? Мы не... Мы не связаны с ними. А чё... Это даже технически не надо наушу бросать. Вообще не надо наушу бросать. Абсолютно честным. Ну, ладно. Что ж. Дело это не моё. Во всяком случае, пока что не моё. Но вы, господа, выглядите как те, которым явно-явно нужна помощь. Вы... У вас есть какой-то способ, куда... Добраться до того, о ком вы сейчас говорите? Про... А про кого вы сейчас говорите? Пушестый аргумент? Аргумент. Я вообще потерял эти разговоры. Пушестый аргумент. Экелон такой... А, Марс-то? Да нет. Не знаю. Но он где-то тут, на любой шарится, найдётся. На дереве орёт. Коты, они все такие. У тебя смотрит пара глаз. Ну, Экелон, да, да, они все такие. Да. Интересненькие, конечно, существа. Сдавал парень таких. Да, да. Мкелон кивает так это, и поддакивает. Так вот. Я, в принципе, ориентируюсь в местах вокруг реки Дарандарох. Я могу попытаться его найти. Но я бы попросил вас тоже мне помочь. Экелон так поднимает голову, смотрит на него в пологлазре. Как мы тебе можем помочь? Ты видишь наше состояние? Ну, когда вы отдохнёте, когда вы покавитесь. Ну и чем мы можем тебе помочь? Набрать бочку воды. И всего-то? Да. Ну, и с этим можно помочь будет спокойно хоть прям сейчас, я думаю, что тут бочку-то набрать. Если она у тебя, конечно, не... Хотя нет, зависит от размера. Рожан такой просто понимает, что если что, очень большую бочку утащить сможет только один член нашего отряда. Зачем её утащить? Её катить можно. А с водой? Ну, если она закрыта, то, наверное, можно. Ну, кстати, да. А, ну... А, нет, у меня слотов пока нет. И сейчас нет. Ну, Экелон так и лежит, опять закидывает руки за голову. Ну, только подтягивается. Нет. Сейчас бочку не потащу. Хорошо, тогда я... Наверное, тогда мы, наверное, уже тогда уходим на отдых. Ну, да. И во время отдыха. А, отдых там. Я сливаю все свои три хила. Да. Это... И я на Экелон тоже сливаю все два хила. Накидываем тот ченж-сет, который мы сделали в прошлый раз, да? Это самое. А, это, когда меня лечил, ты же меня осматривал, там одежду снимал и все такое, да? Или как? Ну... Зачем? Ну, я просто спрашиваю. Ну, как бы для хила там и все... Естественно, то есть... Ну, не осмотрел, то есть, я думаю, это всякие внутренние... Все, и я просто залил хилами. Так что особо не снимал одежду. Зачем? Ну, ты... Ты магически его вылечил просто. То есть, ты мне просто... Меня хилк воткнул и все, да? Значит, еще... А, по-моему, у тебя пара улетела. Ну, я просто... Я спрашиваю. Угу. Окей, окей. Тогда... Тогда... Звук наступающего следующего дня. А, погоди, прежде чем мы... Я сначала на всех Престилигитейшнам и всех высушу. Угу. Ну, теперь... Я сначала... И знаешь, когда ты высушил... У Клерака исчезли когти, а не как бы... Так, знаешь, как у кота. Уходят. А Лен теперь вокруг тебя спит, потому что такая полезная грелка. Что, я? Ну, да. Окей, я обнимаю кота и сплю на него. Ты знаешь, как подушку, типа, руку подкатаю. Мордой в мех. Мне не привыкать. Да, жил в это... В нумерии, там... Все спят на меху с котом. Да, 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 да.